Глубоко уважаемые коллеги, изучению патофизиологии атеросклероза посвящено не одно десятилетие. И сегодня мы достаточно смело говорим о том, что многое и важное уже известно. И, конечно, наиболее фундаментальные работы в области патофизиологии атеросклероза принадлежат академику Николаю Николаевичу Аничкову, чьи теории легли в основу современных представлений у патофизиологии атеросклероза. Если говорить о достижениях последних лет, то, конечно, одним из крупных является доказательство каузалити причинности липопротеидов низкой плотности в развитии и прогрессии атеросклероза. Почему сегодня мы говорим о том, что это так важно? Потому что целая серия научных исследований последнего десятилетия и сегодняшнего дня продолжает демонстрировать ассоциацию большого спектра биомаркеров с прогрессией атеросклероза. Но уверены ли мы в том, что это биомаркеры? Или же все-таки это факторы риска? Дают ли они дополнительную прогностическую значимость в дополнении к шкалам традиционной оценки сердечно-сосудистого риска? Вопросы, на которые мы и сегодня пытаемся найти ответ. И, конечно, на только что состоявшемся конгрессе Европейского общества по изучению атеросклероза отдельное внимание было уделено провоспалительным маркерам, таким как цереактивный белок, интерлейкины. И, конечно, целая серия последних лет всколыхнула вопрос о целесообразности использования специфических агентов для коррекции воспаления у пациентов. В первую очередь, безусловно, в зоне вторичной профилактики. Насколько широко это может прийти сегодня в нашу с вами клиническую практику, это тоже вопросы, которые требуют отдельного обсуждения. Большой научный блок, касающийся патофизиологии атеросклероза, сегодня посвящен микробиоте. И действительно, целая серия метаболитов, таких как ТМАУ, короткоцепочечные жирные кислоты, сегодня рассматриваются как одни из компонентов, которые обнаруживаются в микробиоте пациентов, как с клиническими, так и с доклиническими формами атеросклероза. И будут ли использованы определенные протоколы диеты, специфические рекомендации для пациентов по превенции прогрессии атеросклероза, вопросы, на которые ответит, вероятно, будущее. И я приглашаю вас присоединиться к симпозиуму Конгресса инноваций во внутренней медицине. Данный симпозиум как раз будет посвящен вопросам патофизиологии атеросклероза, циркулирующим биомаркерам и визуализирующим, обсуждению того, какие из этих параметров уже сегодня мы можем использовать в клинической практике для грамотной стратификации сердечно-сосудистого риска, а какие подходы требуют дальнейших научных изучений. До встречи на Конгрессе!